Привет, друзья! Спасибо, что смотрите и ставите лайки. Хочу ответить на ваши комментарии про прошлый видеоролик. Некоторые написали, что немножко скучноват был поход в музей и про янтарь. Действительно, я понимаю, что тема монет не так пересекается, но на самом деле янтарные изделия много кто коллекционирует. В этом выпуске я покажу вам, что я купил себе в коллекцию. Также у меня спрашивали в личку, где я останавливался в Польше. Я покажу вам, где я остановился и сколько это стоит, потому что это была просто невероятная квартира, где можно остановиться в Гданьске. И также покажу немножечко города, так что наслаждайтесь. Конечно, сегодня ветер есть, но погода хорошая, солнышко светит. Просто потрясающие. Какие-то корабли стоят, чайки облетают, парусники даже ездят. В целом, очень прикольное местечко. Даже есть такой чудненький инструмент для того, чтобы смотреть вдаль. По поводу квартиры. Вот такие, вот такая квартира, значит, довольно визуально офигенно выглядит. Прямо не верится, что так можно, собственно, сделать, оборудовать визуально, как будто бы из какого-то кинофильма. И сейчас я покажу вам ее вживую. Значит, по деньгам она обошлась на 3 дня в 170 долларов. В принципе, это по 56 долларов. Такая же цена, как и в Одессе, той квартире, которую я показывал в одном из прошлых видео, когда я приезжал прогуляться по бурохолке. Так, давайте посмотрим, как она вживую выглядит. Такой номер, довольно стильный. Гляньте, какие шторки. Почти как студия для фотосъемки. Лофт. Этот кухня немножко, конечно, не прибрана. Мы тут собираемся. Ну вот. В целом, довольно стильный. Давайте покажу, как на балконе. Такой вот домик. Солнышко светит. Хорошая погода. Ну что, вот одна из таких достопримечательностей. Такой чудненькое колесо. Разводной мост. Который можно легко перейти на ту сторону. Отправиться в музей, в котором мы уже были. Показывал я музей Второй мировой войны. Везде стоят байки, которые можно брать в аренду. Короче, очень круто. Вдохнуть можно. В целом, город довольно красивый и много туристов. Конечно, сейчас со всем этим положением туристов гораздо меньше. И пока границы закрыты. Но была даже небольшая барахолка. Сейчас я вам ее покажу. Но я не нашел прям супер барахолок. Если вы знаете места, где собираются там коллекционеры. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Особенно тех, кто там живет. Давайте покажу эту барахолку. Пришел я, значит, на барахолку в Даньске. Но что-то тут пока ничего такого интересного и не видно. Никаких интересных лоточков с монетами. Тут все вперемешку. Инструменты, фрукты. Какие-то сумки. Все подряд. Все вместе. Все так себе. Ну, уже написано, что еще по времени должно работать. Но что-то не работает. Какие-то вот что-то похожи. Самолет. Полиция. Антик. No, антик. Короче, поздновато я пришел. По понедельникам работает этот базар. Какой-то китайский потреб продается. Да, тут ничего нет. Так, давайте я вам покажу, какие я купил себе изделия из янтаря. Ну, или просто камни. Потому что это янтарный город. И вот смотрите, в первую очередь я обратил внимание на вот такие вот. На вот такой вот белый янтарь. Он довольно красивый. И как я знаю, именно из него делают разные украшения. То есть его обтачивают. И можно, например, из этого сделать какую-то подвеску. В принципе, даже здесь, в Украине, можно заказывать у ювелиров какие-то украшения из янтаря. Или просто выставить такой вот янтарь. Например, на Виолике или на любом другом аукционе. Или какой-то площадке. Вот такой вот белый. Еще вот тоже белый. Например, это тоже можно сделать из него украшения. Например, на кольцо. Представьте, да? Сделать на женское кольцо. И вот такой вот белый янтарный. Просто кусочек довольно красивый. Конечно, есть более простые камни. Ну, вот такие, которые, в принципе, они недорогие. Они все продаются. Все это продается на вес. Вот. Ну, вот это подешевле я просто взял. Может быть, разыграю на канале. Может, еще что-то. Напишите. Вот такие более простые камушки. Видите? В целом довольно прикольно. Прикольно. И такой сувенирчик, который можно привезти. Вот тоже белый такой янтарь. Гляньте, как слоновая кость. Ну, конечно, при покупке таких вот вещей важно смотреть, чтобы не было каких-то сколов, разделений. Чтобы не было, ну, вот конкретно разламывания этого янтаря на несколько камней. И вот еще тоже белый. Вот. В принципе, чтобы вывезти такой из-за границы, достаточно взять с собой чек, например, да. Ну, или, в принципе, никто в самолете не спрашивал, что вы там везете. Ни обыска, никакого ничего не делается. Только у нас такие случаи бывают. И бывает, люди находят такие янтарные камушки. Бывают, покупаются. В принципе, говорят, что на море можно просто прийти и найти. Вот. Также я купил несколько. Вот такой вот комплект с включениями. Его упаковали вот в такую китайскую форму. Немножко он какой-то замацался. Или я не знаю, как это такой вот загрязнился. Давайте попробуем открыть и посмотреть на него, получится ли у меня его открыть. Во-первых, конечно. Думаю, да, получилось открыть. Это китайская коробочка. И вот мы видим, что он там. Значит, что мы здесь видим. Сейчас я надену специальную камеру здесь на телефон. И вы увидите под увеличением, что же внутри в этих янтарных камушках. Так, я надел вот такой вот специальный объективчик. Вот так он выглядит на телефон. Только это широкоформатный. А я надел, который можно увеличивать и смотреть, что же там в янтаре. Давайте посмотрим. Это так называемый янтарь с включениями. Здесь внутри какие-то есть насекомые. И значит, они делятся на такие виды, которые либо случайно попали, либо их приманивал янтарь и они часто попадают. Те, которые случайно попадают, гораздо дороже и ценятся гораздо серьезнее. Вот такие включения, когда там мошка, которая вообще не бывает, не часто залазит в янтарные такие же смолы. Ее гораздо сложнее найти. Вот такая вот. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Здесь тоже. Вот такой тройной, можно сказать, формат. Здесь какой-то комарик. Смотрите. В целом, можно посмотреть цены на... Посмотрите. Помните, смотрели фильм про динозавров, которые... Из которых... Которых их создали благодаря того, что вы нашли кровь в таком комарике. Да, кровь динозавра. И вот сейчас третий такой вариант. Конечно, здесь совсем что-то не видно. Даже под таким, можно сказать, увеличительным стеклом в этом янтарном камушке почти не видно ничего. Или я просто не могу вам нормально показать. Но смысл какой? Смысл, что довольно интересно. Такие вот включения. Напишите в комментариях, кто знает, как они называются. Я знаю, но я не буду говорить. Чтобы те, кто знает, могли написать, поделиться. И я понимал, что вы разбираетесь в этой теме. Вот. Давайте я сейчас покажу, как выглядит белый янтарь. Вот так вот с увеличением. Смотрите как. Довольно неплохо, да? Интересно. Вот. Ну, в любом случае, спасибо, что посмотрели этот ролик. Напишите, как вам вообще янтарь в целом. И хотели бы вы попасть в Гданск, поехать посмотреть. Лично поучаствовать в походах в музей, в поисках такого янтаря. Где-нибудь на берегу. На берегу. И немножко еще покажу вам берега Гданска. И всем пока. Какое море красивое. И вот он там вдалеке-далеке. И волны. Ох, класс. Моречко. Ого. Какая большая волна. Пожар, 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 пожар. Ух, ох, ох. Ох. Так. Главное рассчитать это. Комбинацию. Вот это. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...